Ну а мы продолжаем, дорогие зрители, карта до Инферно, противостояние Энс против Team Eretix, только что совсем плохую игру показали финны на чужом пике, и вроде как выбирали карту Инферно своей, и здесь должны продемонстрировать совсем другую игру, но после такого нюка верится с трудом. Согласен с тобой, Сеня, тем более мы уже обсуждали о всех возможных вариантах, и то, что как раз где в бедные карты против Dignitas были у еретиков именно нюка Инферно, ну и сейчас посмотрим, как будет складываться обстоятельства, должны, конечно, Энс тут отвечать. Надо, конечно, сказать, что у нас этот матч должен был сыгран вчера быть, но там случился Mass Energy Power Outrage in Finland, короче, электричества не было в Финляндии, и этот матч был принесен на сегодня. Но в итоге сегодня явно пока что не день финского коллектива, проигрывают в этой серии со счетом 0-1, и для того, чтобы мы с вами наблюдали третью решающую карту DAS-2, приходится брать Инферно. Пистолетный раунд за атаку разыгрывают крайне медленно, пошумели на банане, перетянулись на центр и выйдут на точку А. Здесь, кстати, всего два человека. Мака моментально из зеленочки забирает Сани, летит дальше классная флешка, в итоге тимплей великолепно демонстрирует игроки защиты. Киашима и Мака, два опорника, разобрали всю команду Энса. Ириэл последний. Все, что угодно может меняться в Counter-Strike, но только не французские вантапы. Они остаются прежними, очень хорошо отработал Мака в очередной раз, ну и завершает этот раунд. Ну тут и комбинация какая классная, то есть он сначала смотрит, делает килл на ребрах, потом, ну, они понимают, что ты делаешь минус, тебя будут смотреть, тебя даже, возможно, будут пушить, а вот тебе флешечка, и в итоге сыграй под нее. И он под нее играет, поэтому тут просто, но эффективно отыграли ребята из команды Еретикс. Энс повержен в пистолетах, теперь нет денег, глоки 2000, соответственно, Еретикс, наверное, возьмут сразу же второй раунд. Да, но, как всегда, проблема будет заключена именно в третьем раунде, когда у нас начинают здорово игроки защиты, всегда проблема возникает, когда на третий раунд закупаются автоматами Калашникова, а у тебя остаются пармилки. Ну, этот раунд, безусловно, Еретики должны закрывать без проблем. Киашима прожал дугу, пойдет, наверное, дальше на центр, ждет флешки от тиммейта, хотя тиммейт говорит, флешки нет, есть только коктейр, поэтому лучше не идти. И тут я согласен полностью с Лаки, который наверняка именно эти слова говорит Киашима, потому что все-таки против глоков можно отстоять на своих опорных позициях и собирать фраги. Но вот не терпится Ки, он все равно хочет запушить, в итоге получает огромное количество хедшотов, Мака забирает Сани с Эмкой, начинает Невера пушить с Эмпехой, погибает Ириэл минус Иксэвен, ну и Алла, в конце концов, последний тоже должен погибать. Опять же, имея глоки, забрали второй армор и девайс, поэтому в этом планике ошибок можно поставить двоечку, а его тиммейт, который с ним играл, это, по-моему, Мака, да, он должен, либо Лаки, по-моему, Мака, он должен попросить его больше так не делать. Ну, в этом просто резона вообще не было, то есть твои чуваки на А, у них все под контролем, вы на Банане, у вас все под контролем, зачем вам пушить? Руки чешутся, руки чешутся, хочется. Да, в одном месте шила. Это правда, но вот как раз третий раунд, сложный раунд для защиты, обычно вот из первых трех, даже что два выигрывают, все равно в третьем неприятности наступают. И правда, пять автоматов Калашникова будет смотреть в сторону защиты сейчас, как-то надо будет этому противодействовать. Мака находит первое убийство, Мака идет дальше, ну и, как всегда, его приструнили. И у нас такая ситуация была, по-моему, в матче против Дигнетас чуть ли не через раунд, когда на Банане один минус защита дает и потом дальше идет, не останавливается. Саня и компания готовы сейчас выходить на Аплэн четвером, при этом Невера моментально забирает Саня, играл активно на ребрах, смог прошел. Саня в итоге явно не отбудал, что 4 на 3 будут так пушить. Хотя, мне кажется, в третьем раунде, имея АК, ты должен постоянно понимать, что защита будет играть агрессивно, потому что защита оставляет себе МПХи. А на дефолтах с МПХами отыграть крайне проблематично, поэтому... Серега. Ну, Серега один хп, я думаю, тут совсем все. Бедолага, бедолага Сергей, один хитпоинт, и против него три игрока защиты. Ну, он, конечно, может и попытаться, но, честно говоря, веры никакой в его раунд здесь. Ну, Сергей пробует. Откидывает сейчас под сено смог. Выходит проверять плент, там Киашима, но XMS решил просто смог прошить, в итоге Сергей падает. 3-0 польза ретиков, в итоге 3000 команды Н, соответственно, должны играть они с пистолетами, максимум арморами. Ну, и тут, конечно, Еретики могут играть поаккуратнее. В итоге Еретик, кстати, за счет трех победоносных и минимального размена, всего лишь 3 кила сделали ребята из команды Н, заработали себе огромную... Нет, ну не огромную, но хорошую эко, на два подряд. Хотя сейчас эко, то есть сейчас еще раз можно отыграть хорошо. То есть максимум потерять одного-двоих, и тогда уже будет точно довольно много денег у тим Еретикс. Ну, вот у Н одинаковое количество раундов за последние матчи. За три месяца на Интерна, они в атаке и в защите берут одинаковое количество раундов. Чуть больше раундов в защите все-таки берут ребята из команды Еретикс. Ну и, соответственно... Более защитная такая сторона, более... Если выиграют там 10-5-1-4, то все будет по их сценарию, в котором они привыкли играть. 4-0 польза команды Энс. Два человека погибло. Сейчас XMS купит сам Лаки так же. Ну и вот Невера, Киашима и Мака, если что, обеспечат деньгами ребят на следующий раунд. Это в случае того, что Энс наконец-таки соберутся и покажут классную атаку. Все-таки Инферно выбирали они, плюс на Инферно атака набирает довольно много раундов. Поэтому ждем от них какого-то успеха. А, друзья, кэф от GG Bet следующие, там, по-моему, 1.3 уже на ребят из команды Еретикс в этой серии. Даже 1.18 и 4.5 на команду Энс. Ну, пока все так идет. Именно так и идет. Сергей забирает Лаки. Сергей забирает еще и Неверу. Отстреливается Киашима. Он последний на Б остался. К нему уже тянется игрок дополнительно. Но вот сейчас могут Энс попробовать и на А отойти, учитывая, что вполне вероятно перетяжка могла состояться. Третьего игрока на Б и так слышали. И видели. Накидывают сейчас игроки атаки в точку Б. Мака. Минус X7. Уходит назад. Тем временем Мака с АВП проверяет область под библиотекой. Минус Сани. Хороший, ну просто хороший. Просто красавчик, а? Да, тут у него было все довольно хорошо. Мака еще один пил. Ну, фантастика. Ну, помнишь, как Дигни-то сошел? Браво, браво. Это я все. Я заканчиваю просто все здесь. Ребят, для вас остается комментировать Сеня. Студия Майнкаст. Это просто... Он поехал на заправку. Заправил соляры в канистру. И сидит дома, а просто разливает ее сейчас. Это идеально. Просто лучший. Тайм-аут. Ну, а тут без тайм-аута ты не обойдись. Тут надо прям в себя прийти после такого раунда. Когда тебя один опорник на А последний с АВиком четверых забирает, вы не играете синхронно, вы играете по одному и по одному просто умираете. Вот, видишь, тут вопрос. Ты только что похвалил Авика. Ави, конечно, сыграл классно. Он выжил максимум из той ситуации, которую ему положили на стол ребята из команды Энс. То есть тут синхронно, главное слово, его не было, конечно же, команды Энс. Если бы, ну, там, один первый погиб, но второй и третий выходили бы вместе, соответственно, ну, еще один килл от Мака. И все равно подразмен его надо было пускать. Его не пустили Энсы подразмен. В итоге он разобрал всю команду. Браво! Мака в любом случае 5-0 за командой Еретикса. ВП от Мака. Все остальные с хорошим баем. Первая армора у команды Энс плюс пистолеты. Есть раскидка. Ну, и посмотрим, к чему они пришли после тайм-аута. Интересно, что с Энс происходит. И после такого триумфа в матче против Фанатик обыграть их на Мираже, это дорогого стоит. И вот неужели настолько тяжело с Маккулом началось все? Неужели нюк настолько трудный для Энс? Ну, и сейчас видим, что на Инферно ребята испытывают определенные трудности. По крайней мере, на старте этой карты. Так, тем временем АВП от Мака. Интересно, как он будет агрессивно играть. Ну, в принципе, Еретикс могут думать, что там бай. Потому что счет все-таки 5-0. Действительно, Энс могли взять арморы плюс какие-то Галилы-Калаши. Но Энс играет с пистолетами. При этом есть огромное количество гранат. Находится под А. Соответственно, совсем скоро будет, наверное, накидка банок на точку А. Летит Смок налево. Флэш налево. Алла откидывает еще одну гранату. Через зеленку попробует пушить Эйриэл. Отходит Киашима назад. У него Калашников. Эйриэл моментально падает. Киашима при этом дальше. Оставляет еще и Аллу. Совсем не в этом миру. Ну и остается ХМС на пленте. И перекрестный огонь. Теперь могут организовывать ребята. Х7 удалось, правда, забрать неверо. Удалось забрать ХМС. Может быть, еще какой-нибудь хэдшот прилетит. Или все-таки Лаки его прострелят. Лаки в счет. Это 6-0 за эритиками. Ну, немножко ударили по экономике. Двух забрали. В целом не так плохо. Сейчас будет бай для Энс. Надо брать. Пора брать какие-то раунды уже в атаке. Иначе можно отпустить еритиков слишком далеко и не догнать их. Ну, экономически на два бая у еритиков хватает. На этот, на следующий. И там даже если все с сейвами будет, то на еще один может быть. Ну, что тут сказать, дорогие зрители. Все плохо. Пока что для ребят из команды Энс. Они как-то явно сегодня после отключения света не могут проснуться. Они просто проснулись. Еще света не было. Во тьме, скажем так. Не могут выйти. Несной ноги встали, да? Ничего тут больше не скажешь. Перетягивается Невера через КТ на А. При этом там ребята играют на коротком. Команда Энс играет поактивнее на перекрестке. Откидывается смог налево. И холд окей. У Команда Энс есть. Но им бы энд рефраг сделать. И зайти синхронно на плента, например. У них это не получается. Подошли, пошумели, отступили. Знаешь, вот по поводу того, что ты сказал, отключение электроэнергии. Ведь на самом деле вчера-то они, по идее, из-за этого особо и не играли вообще. В КС там, может быть, они реально там какие-то немножечко неразогреты, нераскликаны. Сегодня проснулись вот так вот. Надо сразу играть. Пошли, может быть, погоняли дезматч. А как бы командно не попракались один день. Возможно, это по ним ударило. Это может быть как бы рабочей идеей. А может быть абсолютно рандом, что они сегодня проиграют вот так и лети к. То есть тут, тут как посмотреть. Ну, по-моему, сегодня явно просто не день пока что финнов. Так-то они должны играть явно получше. Может, я не слабее, конечно, чем команда Эритикс, но не настолько сильно. Тут пока что все идет к полному провалу. Извязка. Мака промахивается, играет в тюрьме. Чекает дальше ковры. Хаешка мимо. Откидывается дальше гранаты. Мака. И еще один промах. Нет, попал, кстати. Х7, у 13 хп осталось. Х7 выходит в большие пески. Прилетает флешка от тиммейтов. Мака все-таки падает. 5 секунд до конца. А они просто заходят, чтобы вы понимали, на 7-й или 8-й секунде. Рано, Сеня, рано. То есть реально была 8-я секунда, когда короткий пошел. В итоге бомба ставится на 6-й. И, соответственно, падает сразу же от человека, который просто сидел весь раунд. И затопил в нужную секунду. Капитан говорит, торопиться надо медленно. Вот они и не торопятся. Да, конечно. 7-0 в пользу Eritix. Пока что на вражеском пике они демонстрируют очень простую, но четкую игру. По статистике у нас 10 у Мака, 10 у ХМС, а 2 у Лаки. Снова отстает немножко игрок французского коллектива. Но, опять же, его команда лидирует. А у команды Энс вроде как все делают какие-то фраги, но этих фрагов крайне мало. У Эрила 1-0-7, но его тиммейты далеко не ушли. Это правда. Что, Лаки пропушил? Лаки нагло играет. Лаки жмет, просто жмет в дым. Двоих забирая при этом. И еще 3 по банану идут. Киошима отбрасывает ХЕшку. Уже товарищ подтянулся. Ну и тут выход на Б заблокирован. Ну тут 3 на 4. Два на кафеле у защиты. Два при этом в закрытую на аппленте. Атака. По идее собирается пойти как раз таки на точку Б. Невера падает. Икс 7. Ловит Киошима. Ошибаются. Да, в итоге два опорника сейчас могут отдать. Первый раунд ребятам из команды Энс. Совершенно лишняя ошибка была. Это правда. Мак пытается убить через дым. Не удается. ХЕшку забрасывает. И... Вот так идея. Побежал через банан вторым. Угу. И где. Интересно. Ну это довольно странная идея. Если он находился на четверке. В церковь прожали игроки атаки. ХМС проверяет здесь углы. Мака подбирает какие-то девайсы. У него автомат Калашникова. Есть смачок. Бомба. Секунд через 20 взорвется. Мака откидывает смок под гробы. Проверяет дерево. Чекается лево-право. Дефуз. Мака. Видит Тёмку. Выход от атаки. В итоге дефуз бомбы. Алла выходит. Забирает одного. А что там с патронами? Почему Алла не погиб? В итоге бомба взрывается. Счет 7-1. И команда Энс берет свой первый раунд. Ну, любит Киашима у нас постреляться. Невера, видимо, тоже последовал этому примеру. И ребята действительно лишний раунд отдают. Просто так. На ровном месте. Но, как ты и говорил, с таких раундов может начаться что-то принципиально новое и интересное в этих играх. Когда ты немножечко расслабляешься, тебя быстренько наказывают. Но об этом всегда просто надо помнить. Что в любой момент, тем более это вражеский пик, это атака на инферно. То есть, ну, дарить просто раунды своим оппонентам не стоит. Тем более, все-таки это серьезные игры. Это топовые команды. Это те команды, которые... Это Энс. Если кто забыл, Энс знают и умеют камбэчить. Они как раз-таки ровно год назад откамбэчили себе на второе место на мажоре. Поэтому тут надо держать уху востро и, конечно, не допускать подобных ошибок ребятам из команды Team Eretix. Ну, снова Энс медленный раунд играет. Пока что без быстрых раундов в атаке. Эти парни никакого убегания не было. Но попробуют медленно разыграть, пока, кажется, под Б. Тут есть подсадка. На вазоне Лаки сидит. Убойная позиция. Как всегда, ничего, если не поделать. Можно, конечно, взорвать. Но это секретная тактика. Ну, сейчас посмотрим. По идее, должны проверить. Лаки на клумбе. Чекает гробы. Первый пошел. Второй все-таки делает ответ по Лаки. Бомба ставится. Киашима отходит, ждет тиммейтов. Откидывают ребята банки. Бомба только сейчас там санет. Что-то пытается ее как-то за особенным углом поставить. Видимо, боится какой-нибудь хаешки. Тем временем Мака проверяет темный. Мака подходит поближе с тиммейтами, играя. Откидывает смок на дугу. Ну и защита будет выбивать через гробы. На сэндвиче никого. Проверяет кафель. Невера немного просел. Х7 сейчас попробует всех развалить. Забирает Невера. Погибает Х7. Ситуация... Погибает ХСМС, пардон. И Пиашима последний падает. Команденс берет еще один раунд. Ребята зашли успешно на Б-плент. Меньшенствей. А вот и ЭКО. А вот и ЭКО для команды Эритикс. Да. Ну, видишь, вот за таким нелепым раундом проследовал еще один. 4 на 3 было преимущество. Но Х7 в тупике просто разыграл очень красиво. Да, еще один, еще один, еще один. И в итоге, после игры, после проигранного таста, команда Эритикс может вспоминать свою игру на карте до Инферно. А что, а у нас было буквально с тобой недавно такое. Вспомни, вот у нас был матч как раз контакт 1 в 3. И большие пески на Инферно. Когда можно было раунд спокойно выиграть, ребята отдали раунд. Перешли на допу, проиграли допу, проиграли серию. Это как раз контакт были. Один раунд, одна ситуация, которая могла полностью в другую сторону изменить подпись серии. Ну, 3-7 уже. Набирают раунд и Энс. Опять же, набирают молодцы, но... Эритики привезли сами себе первый раунд для Энс. Первый раунд Энс, который получили, но он был... Не совсем, может быть, даже до конца заработанным. Конечно, отстрелили, конечно, молодцы. Но надо делать поправку на действия еретиков. 7-3, едем дальше. Вот он бай. Но уже какая-то экономика для Энс наработалась. На 2 бая будет. Ау с ребятами идут на ложный. Тем временем, xms под козырьком. Ребята на центре. Киашима готов надкидывать хае на банан. При этом Энс решили сыграть в этом раунде без дуги. Довольно интересное решение. И посмотрим, насколько оно сработает. Угадывают. Тут еретики. Видят двоих под козырьком. Сани падает в большие пески. Аллу наказывает Мака. Аллу принял инфу, что под козырьком находится еще один соперник. В итоге Лаки делает килл, но этого мало. И 1 в 3 раунд уйдет снова ребятам из команды Энс. Ребра укрепили, а ковры не укрепили. В итоге вся угроза, которая пришла с ковров, разобралась с ребрами, с козырьком и над козырьком. И под козырьком всех убили. И раунд еще один взят. Да, вечер перестает быть томным. На самом деле Туталу много работы сделал с авиком. Он вышел. Потому что первого-то с ковров убрали. И остальные пошли дальше в большие пески. Но вот если бы принимали все-таки до конца мидл и приняли игроки защиты его, то тогда, по сути, игроки в больших песках ничего бы сделать не смогли. Но пошел мидл, пошел там игрок в бойлере. И они, по сути, зажали в капкан весь мидл. Тут вопрос. Может быть стоило стоять кому-то под библиотекой. Не помню, там авик был, не было. Но, опять же, вот как-то отсюда должен был просматривать ковры. Но вообще это известная всем тактика, когда три опорника находятся на коротком. И отсюда также чекается мидл ковры. Ну, с одной стороны энцы пошли как раз-таки через ковры, через позицию, которую слабо просматривали игроки защиты. И у них все получилось. Четыре до конца, четыре у команды энц и эко у еретиков. Бафик. Да вот смотрим на раунд. Занимание дуги со стороны энц. Пытаются они агрессивно там поиграть. Но еретики их встречают достойно. Сергей забирает Ириала. И XMS стрейливает Сани. А это уже проблемы для финнов. 16 хп. Сергей 37. X7 на 100. Мака, конечно же, уйдет. У него автомат Калашникова. Наверное, будет занимать какую-то аккуратную позицию. Это полуэкономические. Полуэкономические могут сейчас выиграть или тяки. Да, там первые и вторые арморы были. Мака. Не знаю, заметил он снайпера. Снайпер промахивается. Коктейль молотова на дерево. Там никого нет. Ну и к Маку, конечно, займет ящик, наверное. При этом, посмотри, Аллу красный, Сергей 37. Ситуация, конечно, очень тяжелая. Ситуация не абы какая тяжелая. Потому как закрытую играет сейчас защита. И такой вот дефенс, он, конечно, дает хорошие шансы. Особенно против красных. То есть, по сути, пару патронов по Сергею, один патрон по Аллу. И останется 1х7. Поэтому в этом плане делают все верно ребята из команды тим Еретикс. Аллу и компания на ребрах. Откинули сейчас пока смок под библиотеку. Заходит Аллу как раз-таки через зеленку. Два его тиммейта через короткий действуют. Но и тут было бы неплохо Невера все-таки развернуться. Хотя, наверное, Киашима смотрит, да, из больших песков Аллу. Там 16 хп. Прилетает смок. 7 наказывает 1. Но моментальные 2 килла. И x7 последний тоже падает. Раунд за командой Еретикс. Общий счет 8-4. И на этом этапе очень важный раунд был проигран. Но x7 уже нет денег. Хотя x7 с ним поделится. Но опять же, если Ретики возьмут сейчас девяточку, то скорее всего и десятый раунд идет к ним. Знаешь, необязательный раунд отдали, необязательный раунд забрали. Все вроде сбалансировалось у нас в природе. Поэтому давай смотреть, как будет дальше развиваться. Ход событий на этой карте. Но молодцы, Ретики. Не пали духом, а мы в итоге берут экономически. Ох, как Мак эту сыграл под плащечку Неверы. И бомбу видели. Видели бомбу на втором мидле. Можно попробовать занять вторую мидл. Агрессивно с командой. Невера забирает в Чиалу. Невера контролит мид не выпускает Серегу. Серега, Серега, ты не стою у порога. Убивают еще и Сергея. Икс Севен отвечает убийством Пунивери. Но, конечно, снова ситуация плачевная для Энс. Ситуация говорит о том, что карту Инферно могут забрать Еретики. Взяв начало во второй половине. Мак прожал ковры. Играет он на мостике. Бомбу Ириэл подбирает. Чекает мостик. Догадывается, что один из хорных игроков команды Энс находился в этой области. Вот Агимака падает. К нему зашли в спинку. Икс Мэс остается в небольших песках. Ну, надо было ему, конечно, затупиковаться получше. Сделать так, чтобы его в спину, по крайней мере, не убили. Но, опять же, толком это ничего не дает. Икс Мэс играет в больших песках. Его отсюда забрать будет очень трудно. Ну, вот подразмен сделали килл. Но при этом есть игрок в библиотеке. Лаки попадает. Нет, Эриэл. Три хп. Бомба ставится. Аккуратно играет Лаки. Ну, и просто не выпускает Эриэла с плента. Хотя тут смог. Флэшка. В итоге, Эриэл может поменять свою позицию. Лаки, кстати, мог нашить. Сразу на ТВ не сделал. И все-таки кое-какой шанс у Эриэла появляется. Но, Киашима в бок. И до свидули. 9-4. Еретики большие молодцы. Они выиграли половину на нюке в атаке 10-5. А сейчас близки к тому, чтобы свой результат повторить. И пока еще могут даже его превзойти. Играя в защите на Инферно. Инферно все же, наверное, тенденции нам подсказывают. Последняя Контерстрайка. Что Инферно это очень боевая карта. Здесь счет 8-7. В первой половине. Один из самых популярных в последнее время. Поэтому, если вот так защита выигрывает, то даже не знаю, что тут Энс будут решать во второй половине. Ну, Энсы, в принципе, за КТ могут как-то откомбетчить. Ну, опять же, если у них на нюке не получалось комбетчить за КТ, то насколько это на Инферно реально. Дело в том, что Инферно карта сбалансированная, конечно. И не зря здесь атака берет много раундов. 8-7, 8 и более. Да, пока что Энс взяли 4 раунда и ничего не сулит им успеха. То есть, 5-6 они тоже вряд ли. Ну, хотя бы вот 6 добрать. Хотя бы добрать 6, попытаться. Но, глядя на их бай, конечно, легкая мужская слеза катится по моей щеке. Ну, может. Не завидую я им. Может быть, получится. Смотри, идут на ребра. Там два человека на пленте. Бай, конечно, не самый хороший. Но преимущество по количеству игроков у них кое-какое есть. Если пойдут на А. А вот если пойдут на Б, то тут 3 человека на кафеле. Но, кстати, игра это не агрессивно. Лаки. Флэшка. Его сейчас чекает Сани. Просто на изи. Ошибки у нас серьезные от команды Эритикс. Сани еще 1 килл. Остается Мака последний. Забирает Аллу. Но при этом его могут пройти под смачок. И вот тут, конечно, индивидуально не очень хорошо сыграли ребята из команды Эритикс. И, соответственно, они буквально дарят соперникам пятый. Снова на Б начинают выдумывать. И вот приходят оттуда проблемы. Да нет, на самом деле не выдумывать. Они втроем как бы. Они понимают. Ну, сидеть втроем плохой вариант. Потому что если выйдут на А. Надо собрать как бы инфу, да. И за счет количества там разменяться, условно говоря. Но при этом они флэшкой попали прямо в лицо своему тиммейту. Тиммейт в итоге застрял на стеночке. Его проверила УЗИшка. Ну и потом 2 человека тоже без позиции были толком. И они погибли. Никто не страховал его возле перегородки. Он стоял там упорю за этой перегородкой. А никто рядом не помогал. Никто не пикал. Не выманивал внимание на себя. Это что-то такое. 9-5. Вот и шанс для Энс взять еще один. Коэффициенты от GGBet у вас на экране. 1.26 на Эритиков. 3.62 на Энс. Это на всю серию, дорогие зрители. То есть, если будет рекарда. Если не будет рекарда. Кэффи таковы. Фаворитом в матче является команда Эритикс. Общий счет 9-5 пока что. Ну вот, возьмет команда Энс шестой или нет. Посмотрим. Ну, болеем, по крайней мере, за красивый. Контерстрайк. Болеем за интригу. Пока Эритики очень здорово смотрятся. Ну, и если повторять свой результат на нюке, то, конечно, шансов для Энс останется немного. Энс надо шестой добирать. Хорошие гранатки взлетают. Лаки тут с половиной хп остается. Сразу отступает. Ну, неплохо начали раунд Энс. Раскинули. Маку подорвали. Лаки тоже. Ириэл играет у нас в метро. И потихоньку выход на Б идет. СМС сбирается с Севена. Алло отстреливается от Лаки. Киашима разменивает Сани. Сергей сразу забирает Киашиму в ответ. И, видимо, Б у нас выход состоялся. Тут снова пробивают защиту на Б. Не безупречно. Поздно нащупали, наверное, Энс эту защиту на Б. Все-таки поздновато. Алло проверяет Дугу. При этом хороший коктейль молотовым положили. Немного подгорел. Но, опять же, классный СМОК. В него Иксэмэс вместе с Макой пройти, наверное, не смогут. Попробуют. Откидывают на флешки. Тем временем показывает Сергея. Тот чекает 90. Тут не вера. Падает. И, в конце концов, Иксэмэс и Мака 2 на 3. Ну и бомба взорвет секунд через 15-20. Нужно торопиться. Откидывают СМОК на Хелку. Подбирает девайс. Но при этом Малу выходит, кратки, своевременно. Иксэмэс разваливает Аллу. Подбирает авик. И умирает от Сергея. 9-6. Пользуя команду Team Eretix. Неплохо они отыграли за Дифенс. Могли сыграть лучше. Серия ошибок. В итоге психологический минимум и более. Взяли из-за этого ребята из команды НС. Не знаю, Сейн. Как-то у меня дежавю какое-то складывается постоянно на Инферно. У нас команды, которые в атаке начинают ходить на Б. Во второй половине раундов своих, всегда играя в атаке, они преуспевают. Вот не знаю, такая тенденция. Мы с тобой комментируем РМР и сколько мы Инферно. Третья Инферно, которую мы смотрим, по-моему. И вот все ситуации были идентичными. Всегда команда, которая в атаке начинает ходить под Б, начинает преуспевать. Но либо она к этому поздно приходит. Либо же оппонент старается подстроиться. И они перестают ходить на Б. Вот из того, что мы наблюдали. Вот здесь нащупали Энс в конце этой половины первой, что можно на Б заходить. И можно Б пробивать. И реально ведь ключевые раунды были взяты командой Энс именно под Б. Ну, тут ошибки в первую очередь были у команды Елификс. Они читали Энсов, но индивидуально отыгрывали моментами очень плохо. И в итоге из-за этого все шло коту под хвост. И самое обидное, что именно эти раунды они могут помешать команде Эритикс, забрать карту Инферно. А на Дасте психологически уже будет совсем другая ситуация. Энсы подойдут к этой игре по-другому. И Эритикам будет трудно. Тем более мы помним матч Дигнито с Еритикс. Там, как бы, Еритикс проиграли старичкам. А мы-то видим и знаем, что Дигги в последнее время играют далеко не в самый сильный КС. Поэтому если Диггам проиграли на Дасте, то Энсом можно точно влететь. Поэтому надо забирать Инферно. Тут без этого никак. Так, у нас, как всегда, коммерция там на основе трансляции, видимо, происходит. Поэтому мы не начинаем. У нас тоже немножко коммерции, друзья. Подписывайтесь на мой Твич-канал. Твич слэш Сеня. Баффик, ты стримишь, если есть свой Твич? Да. На Баффика подписывайтесь. Но я, кстати, последние вот дня четыре как-то совсем забросил. У меня такое состояние, я перешел в какое-то вегетативное состояние совершенно. Я существую. Покашливаю немножечко. Вот у меня тильт легкий из-за этого. Поэтому я как-то даже нет настроения у меня стримить. Должен был сегодня работать со студией. Но, как видим, меры безопасности превыше всего. Правильно. Поэтому сегодня мы вновь с Сеней из дома. Правильно. Ну и все так же. Пауза стоит ута-мача. Да. Ну, не знаю. Какие вообще варианты? Я думаю, что с 9-6 можно комбетчить. Конечно. Вот не добери там этих пары раундовэнс. Были бы проблемы. Но 9-6 это вполне рабочий счет. Да, чуть больше в защите набирает эритикист. Согласно статистике. Но эта статистика же и против их работает. Против них. Как раз таки она и говорит о том, что за атаку не все так хорошо на Инферно. Да. Потому что в тренде, скажем так, Инферно последних лет именно атака берет 9 или 10. А у эритиков все наоборот. Поэтому тут им надо как раз таки показать хорошую атаку. То есть взять 7 раундов, как минимум, чтобы победить. А это уже в их случае довольно проблематично. Так, ну вроде у нас все. С коммерцией разобрались. Смотрим. Вторую половину матча. Нелитик Энс на карте. Де Инферно. Это выбор команды Энс. Передущую они проиграли. Не особо идейно. На нюке. Но и надо брать свой пик сейчас. Санни вместе с тиммейтами сейчас решил прожать дугу. Тем временем Сергей классно поджал десятку. Лаки забирает Санни. Тем временем Мака был в метро и говорит привет, Сергей. Три на три. Аллу просел. Киашима с глоком. Может сейчас сбок забирать. С 7-а получилось. Эриэл щелкнул Лаки. И, соответственно, у атаки фул инфа о том, где находятся их соперники. Эриэл решил активно ищить на центре. Ай, какой он хороший все-таки, а. Но он прочекал мидл. Он понимал, что по сути единственный шанс это быстро поджать спину. Хотя он мог погибнуть на самом деле. А позиция его в метро какая? А позиция была четкая, да. Ну и как бы с одной стороны не ожидали этого пуша ребята из команды Эритикс. Но какие-то позиции. Там помогите курочке. Что это такое вообще? Так она так орет, что он до него посмотрел. Что происходит вообще? Да ты посмотри, это ужас какой-то. Все, это пето, звоним в пето. Она застряла в текстуре просто. Она застряла в лейке, курочка застряла в лейке. Нужна помощь. Ей недолго осталось. Может болгарочку все-таки спасем курочку? Бомба взорвалась и она спасена. Понимаю. Она попала в рай для куриц. 10-6 пользу команды Эритикс. 6 у Энс. Первая и вторая арморы у дегла. У дегла. У команды Энс. И деглы. Ну, серьезно рискуют сейчас финны. Можно, конечно, взять такой раунд. А если отдать, тогда 11-12 для команды Эритикс. Посмотрим. Или сможет. Слеза покатилась, так курочку жалко. Ой, смотрим дальше. Ну что, Еритики. Энс на своих деглах опасный. ЦЗ-шка есть тоже. ХЕ-шки залетают по маке. Он не так много урона получает. Забирает X7. Играет нагло, дерзко, уверенно. И это работает. Флешка залетела от лаки. Он сам под нее же выходит и забирает аллу. Отлично сыграно. Можно Б занимать основательно. Ну, погоди. Тут трудно будет зайти в смок. Они все равно опасаются. Да и правильно делаю. 3 на 5. Нет резона торопиться. Тут надо просто аккуратно сейчас зайти. Флешки есть, видишь. Ширяной флэн. Да, под каешку, под флешки. Поэтому тут все должно получиться в любом случае. Ребята из команды Эритикс. Только чудо. И Рил с СЗ-шкой мог бы помочь на Б. А тут смотрите, как Эритикс. На А что ли хотят перетянуться. Но у них самая проблема в том, что у них никого там не оставалось. Соответственно, никакой инфы нет. Сергей ворвался. Прочекал. Сказал инфу. О, Киашима. Какой важный. И сразу паровозик обратно поехал. Сразу же на Б бегут. Ну да, тут уже они понимают, что это точно пустая точка. Поэтому можно оставаться. И, кстати, Мака остается на ложном. Сака. Непонятно, почему Сергей не сейвит в этой ситуации. Но и Рила тоже могут найти сейчас. Он бежит по коврам, его слышит Мака и говорит... Ой, не говорит, он ошибается. Рил сейчас его, по идее, должен разобрать. Нет. Мака все-таки делает минус. 11-6. И там Юспике. Это, наверное, 12-6. Ну, это Мака. А КФ-то был 3.5 в какой-то момент на Еретик с начале игры, по-моему, от GGbet. Сейчас КФ и следующие. 1 на 1, по-моему. GGbet дает 1 на 1. Сейчас посмотрим. А, тут у нас почему-то матч Нип против Энс уже стоит. Ну, это значит, что-то намекает нам сегодня или нет? Ну, то намекает, что они, как бы, уже закрыли, наверное, да, на этот матч. Но пока что еще можно, в принципе, камбэчить, мне кажется. Даже со счета 12-6. Кто бы что ни говорил. Хотя после нюка, опять же, там вообще не было никаких харпов. То есть, понимаете, у Энс мог быть плохой нюк. Мог быть. Но они абсолютно характера не показали на этом нюке. Вот в чем загвоздка. То есть, они его вообще безвольно слили. И это, как бы, намекает на то, что такая же ситуация на Инферно может получиться. Ириэл забирает нас Киа. Нивэра, тем временем, с тиммейтами подошел на банан. Есть Бизон и УЗИшка, соответственно, можно фармить. Алла подбирает УЗИ. Не лучший девайс, чтобы сейвить на следующий раунд. Алла это понял. Идет сейчас назад. Бомба взорвется. Нивэра, наверное, будет врываться с УЗИшкой. Она попытается фармить. Флэш. А тут защита сама пошла. Вот так иксумэс заливает. Опять же, лишение, кстати, ужасное от финнов. Лучше уже засейвить, дать взорваться бомбе. А тут и бомба взорвалась. И все погибли от УЗИшек. То есть фарм денег тоже крутой произошел от команды Эритикс. Да, ну очень комфортная ситуация у них, согласитесь, конечно. Сейчас преимущество в два раза. Над командой Энс. И экономика в порядке у Эритиков. Но сейчас оружейный. Невероятно важный раунд, который либо позволит Энс начать свой камбэк. Попытаться поставить экономику обратно на надежные рельсы. Но пока об этом речи нет. Агрессивное занятие банана. Мака. Забирает на Сане. Это Мака. Пушит дальше. Но тут три на Б. И... Ой, как же так. Икс Севен. Жестко попадает по корпусу. В итоге выживает Мака. Но опять же Мака теперь понимает, что еще как минимум два на Б. Поэтому его тиммейты идут на А. А через ковры будет действовать Киашима. Сергей уложил ХМС. А Киашима на сих пор почему-то не выходит. Сергей еще один килл. Тут Неверо погибает. Но Киашима-то активнее надо быть. Тем более счет-то позволял ему выйти, если честно. И развалить всю команду. Лакис забирает Ириэла. Киашима откидывает смок. Но выходит он, конечно, явно не по таймингу. Сергей сейчас внутри плента. Справляется с Лаки. И в конце концов Кио один против троих. Сергей пытался тут квадро поставить. Кио развалил еще Х7. Но можно подобрать бомбу 45 секунд до конца. Кио в больших. Но Алла уже успел подойти. Слушай, ну если он сейчас как-то, не знаю, поймает тайминги, повезет ему, то все еще может быть. Ну он знает по-любому, что Алла с Б. То есть или под библиотекой, или короткие, или ковры. Тут, мне кажется, надо брать бомбу и рисковать, например, под библиотеку пройти и на Б дальше сместиться. Времени хватало. Но Киашима принимает вот такое решение. Ну тоже неплохо. Он собирал инфу по библиотеке, собирал инфу по лонгу потихоньку. Правда, сейчас его в спину могут выйти с шорта. Он все еще смотрит. Алло, прыгает! Головатки Ашимы. Три фрага, которые приносят победу в 13-м невероятно важном раунде. Экономика Энс снова не в оптимальном положении. Да что ж ты будешь делать, а? 13-6 общий счет. Форс от команды Энс. Оставили они себе по 2000. И опять же, 14-й раунд, возможно, заберут парни с команды Еретик, если будут играть слаженно и аккуратно. 4 калашникова, ВП от Мака, плюс огромное количество денег. Команде Энс, конечно, по-хорошему, чтобы тащить, надо ломать. Соответственно, брать и этот раунд. Вот этот плохой бай с первыми-вторыми арморами, одним юмпиком, пистолетами и скаутом. Снайпер промахивается у атаки. При этом точно так же промахивается Алло на центре. У Алло скаут, у Мака АВП. При этом Киашима классно проходит ковры, забирает в мясе Эрила. И понимает Сергея, что, скорее всего, стоит отойти. И, соответственно, на Б, кстати, возможно, сейчас поедут парни. Попали немного по Алло. Иксеван совсем демоза не наносит. Так же ошибается Саня. Но Энс вообще не стреляет, друзья. Вот любой, как бы, эритики выходят индивидуально. То есть, опять же, засада, да, ну окей. Ну и попадишь ты с дегла, поставь тут хедшот, там второй хедшот поставь. Ну там, если говорить хотя бы о втором игроке. Энс поплыли, Сеня, это видно. Они просто перестали демэдж наносить. То есть, тут даже проблема не в дегла. Опять. Вроде преимущество позиционное, но Киашима переехал. Опять же, Киашима потащил в прошлом раунде 1х3. Но помните, я говорил, он тайминг вообще не словил. То есть, его тиммейты все погибали на центре, он дальше на коврах не выходил. То есть, если бы он вышел сразу, он бы вообще не допустил этой ситуации. Но он вышел как вышел и перелопатил. Все равно выиграл, да, и все равно выиграл. То есть, то, что вообще нельзя было выиграть на самом деле. А мы с тобой на нюке, вот помнишь, тоже обсуждали. Нельзя вот такие раунды отдавать. И они снова их отдают, эти раунды. И они снова не знают, что с кем делать. Видно, что и по морали уже ребята проседают. Потому что, ну вот эта ситуация с Неверой, последняя, она вообще вопиющая. Когда выходит игрок просто в open space, 3, дул на него смотрят и ничего не могут с ним сделать. Это довольно странно выглядит для команды такого класса, как Энс. Ну, в любом случае, ребята попробуют сейчас. А, ой. Или не попробуют. Против лома нет приема. О, кроме от другого лома. Да, Еретикс, конечно, показывает. Тут уже все летит, понимаешь? Уже все на ходу. Открывает Невера, 1 в 3 заходит, плент вскрывает. Заходит Яшима, ковры спокойно забирает. Через дым убиваются люди. Ну, все, все работает, все играет. Ну, в онлайн играх, видите, получается все довольно неплохо. X7 забирает Невера. Мака, тем временем, с тиммейтами стоит у нас на дуге. Летит Смок на точку B. X7 на кафеле. Коктейль Молотова. X7 стоит у нас, чекает ТЛПУ. Лаки моментально забирает X7. Остается Сергей вместе с Эрилом на точке A. И, естественно, будут сэвить свои девайсы. При счете 15-6 ребятам предстоит взять 9 раундов подряд. Они еще ни одного за КТ не взяли. Соответственно, велика вероятность того, что все закончится счетом 16-6. Да, как бы не хотелось нам тут, но пока действительно не могу. Да не, ну, хотелось, не хотелось. Такую игру от команды N смотреть тоже не хочется. Это правда, это правда. Есть такое. Но хочется все равно интриги, хочется битвы. Когда реально одна команда не проснулась, не явилась на матч, можно сказать. Получается вот такой результат. Я говорю, особенно это удурчает после серии с командой Fnatic. Ну, было же все замечательно. И такой буст должны были получить по морали. Все-таки вы обыгрываете не кого попало, а чемпиона в EPL и, в принципе, команду уровня. Мы, пожалуй, выше вашего нынче. Выше вашего. Я только знаю. Выше облаков. Мы с тобой начнем сначала, Синь. Начало мы с тобой не начнем. Энс бы хотели наверняка начать сначала в этой серии Best of 3. Нюк переиграть, Инферно переиграть. А может быть, с другой стороны, забыть эту игру, как страшный сон. Команда Еретик. Всегда можно обнулиться. Это не проблема. Смотрим дальше. Коктейль Молотова на бойлер. Откидываются хаешки сейчас на дуге. Лаки немного просел. Прилетает флэш. Лаки под нее действуют. Чекает плюс. В ответ накидываются банки игроками защиты. Еще два коктейля Молотова. Энс пробует прожать банан. И коктейль решил поработать против лаки. При этом Саня немного просел. Мака 75 хп. Ну и может быть, Энс возьмут тот раунд. Ну давай болеть. Давай смотреть. Пока что Энс сдерживает агрессию на банане. Мака пытается найти убийство, но никто не открывается под него. Еще один выстрел. Смог прилетает на дугу. Сани при этом вместе с Алло остаются на минусе и плюсе. Один справа за цементом. Девайс подобрал. Специально, то ли что. В итоге Алло просел очень сильно. Один хп у него остался. Невера накидывает смок. Тиммейты подтягиваются на точку Б. Если Сани сейчас погибнет, то это еще один раунд. А Сани и Алло падают. В итоге успешно можно зайти на Б. А что они делают? Почему же они быстро не заходят? Что с коммуникацией команды Иритикс? Только сейчас начинает действовать. Откидывает смок, но все равно не успевает. Сейчас X7 толком играет с Фамосом. Начинает нашивать. Получает сразу от XMS в ответ от Ирила. 3 на 2. Но бомба ставится. Да, и даже с такого положения вроде не лучшим образом раунд начинался. Но ребята из команды Иритикс выходят. Ну и попробуют. Попробует Энс, конечно. Упорная позиция у XMS. Сергей с Авиком. На скопе идет. Ну и кто тут все-таки выиграет? Выигрывает не в эра. И Ирила тоже забирает. Вот так.